Привет, дорогие друзья! И мы возвращаемся к проекту от нормальных людей. Я намеренно не хотел во время предвыборной агитации пускать его. Даже близкие меня не понимали, но я говорил, что это может выглядеть как попытка за счет этого повысить себе какой-то процент и так далее. Я не хочу таким заниматься, в общем. Но мы продолжаем. Для тех, кто захочет манипулировать, а сегодня я читаю себе все, что угодно. Там написано, где указаны PayPal и так далее. Написано исключительно по желанию. И я там восклицательные знаки поставил. Потому что даже если желания такого не будет, мы все равно это не остановим. Мы это содержим на свои деньги, этот проект. Но, напомню, как происходило, множество людей говорило, мы хотим участвовать, каким образом мы могли бы участвовать. Потому что людям важно участвовать в том, чтобы помогать вот этим вот бабушкам, дедушкам выжить на месте. И что очень важно, мы в парламент не прошли пока что. Окей, что ж, теперь мы будем требовать. Чтобы им вернули пенсию. Новая власть. Новая власть, а также тот самый оппозиционная платформа за життя. Там уже нельзя сказать, что у нас 12 человек. У вас 45, если не ошибаюсь. Вперед, работайте над этим. Лариса, зовут меня Зинаида Петровна. Я 22 года до Яркайна. И 30 лет в этой больнице с сестрой-хозяйкой. В гинекологическом отделении. Микроинсульт был. Левая рука у меня и по сейчас не работая. Вот, ноги у меня сейчас холодные. Вон, спички. Спички стали совсем. Ну, конечно, действует. И война действует. Вон, окна все побила. И вот дочь побили окна. Еще до сих пор им и окна не поменяли. Прикидываешь? Нету на их ресурсы, на их подъезд. Платим за квартиру и за воду. Платим за все. Считай, что на воде живем. Утром чай. Утром чай, в обед чайок. В обеде супчик. Вечером тоже макарончик. Вот так и живем. Не за что. Не за что. Три тысячи получишь. Надо же квартиру заплатить. Два сыночка было. Поумирали, поболели. Тоже вот это на всех повлияло. Ой. Два сыночка. Вот эта дочечка ее осталась. А вот тянет ее. И сама на пенсии. И в больнице работает, ходит тряпку. И матери, чтобы хоть, как говорится, стакан молока иногда, чтобы попало. Не покупаю. Я молоко уже год не покупаю. Не за что. Ничего не покупаю. Не за что. Спасибо. Не плачь, Зина. Не плачь. Уже все выплакалось. Не плачь. Вот на вот этом ДЗРХе в обредном цехе в 45 пошла на пенсию. 45 лет. 70 лет мне. Это называет меня Таня. Мне 78 лет. Работа была тоже на заводе. Во всяком. Каждый божий день. То как-то было раньше, как-то ночью там. А это и утром, и днем, и ночью. И все на свете. Вон окна все разбито. Фанера забита у меня. Я живу на первом этаже. Каждый день стреляю. Каждый божий день спрятаться. Неде подвалаши у нас нет. Убежища у нас нет. Выскакиваем. На лестницу и все. Вот такие дела. Трудно. За квартиру платить надо. За воду надо теперь платить. За воду теперь вот с мая месяца. А счетчики только вот с проверки пришли. А так 110 с человека за воду. А вода все равно никуда не годная. Вот. Пенсию получишь эти 3 тысячи. На лекарства много. Я больная. Я сердечница. Вот такие вот горе много принесла эта война. И несет еще. Сколько людей гибнет. Еще и будет везти. Да. Как мы тут жили. Воды не было у нас. Боже мой. Света не было. Света не было. Ходили вот туда на северную через дорогу. Ходили за водой. С этими баклажками. А тут обстрелы. Как мы еще. А тут и красавстрелы у нас. Ну у кого возможность была, тот поставил окна. А у меня, например, возможности нет. У меня фанеры забиты. Окна забиты фанерой. Ой, они тоже прячутся. Да, прячутся. Мы сразу открываем подъезд. Люди, кто мимо проходит, все заскакивают. Прячутся. Здравствуйте. Так что прятаться так у вас негде. У меня он залетел в спальне в окно. А я в прихожке сидела. В окно залетел и пробил несущую стену. Как он еще. Он застрял в стене. Осколок. А я внизу сижу, а он вверху улутку пробил. Представляете? От этих снарядов. И не хочется умирать такой смертью. Понимаете? Вот что. Когда это закончится, прям я не знаю. Я думаю, что нет. Будут бить, бить. Вот в центре там и разные там мероприятия, там какие-то праздники устраивают. А какие праздники? У нас тут праздников нет. Как не стреляешь, если на праздник. Ложишься спать и не знаешь, проснешься, че нет. Я всегда думала, думаю, война как-то сблизит людей. Люди добрее станут. Нет, вы знаете, вот даже у нас вот здесь, ну, там друг друга бы, наверное... Все враги стали. Все враги стали. Вы представляете, да. Друг друга оскорбляют, как хотят. Да, да. Или обозленные люди с этой войной, или что, я не знаю. Обидно, конечно. Еще как вы обижаемся? Как это так? Вазу. Вазу. Да, большое спасибо. Дай бог здоровья. Дай бог, чтобы быстрее война, чтобы мир наступил. Когда мы, чтобы дождаться нам это. А о чем вы говорите? Какие сепаратисты. Вот у меня сестра живет на Украине, вот созваниваемся. Только что-то лишнее начинаем. Вот она что-то начинает лишнее говорить. Все, сразу отключают и все. Да. Ну, а я с Виталикой, мой тоже, вот в Артемовской живет. У меня надежда, мне 70 лет. Это вот моя надежда. Я живу тут на третьем этаже. Тоже не окон, и сама больная, не окон, ничего нет. Все выйдет. У меня металлопластиком забитые окна. Она не дает. Ну, для того, чтобы было, ну, еще поначалу, чтобы надо было получать, нужны были деньги, гривны нужны были. Вот. Где-то надо было прописаться. Гривен у меня не было. И как и сегодня. Как и сегодня. Я получаю 3 тысячи, 394. Чай. Чай, макароны. У меня 900 рублей останется тогда. Пылесос поломанный. Кран не работает. Все надо деньги. За ремонт платить, покупать надо. За что? Я говорю, оба мне за что подремонтировать. Ну, я работала кладовщиком на заводе. Потом уже, когда пошло сокращение, мне сократили, я перешла работать за докладение уборщицей. Два года отработала, и началась война. В июле было в 2014 году раз вылетали окна. Потом 25 января в 2015 году. Вот, ну, и 11 апреля, вот в прошлом году. Ну да, у нас на той стороне два раза, и вот третий раз здесь. Та площадка, да, там вообще, там же заводы. И западный же бомбили. Западный автовокзал бомбили. И в нас здесь были, и, господи, все были, все здесь были. И танки были, и БТР, и все было. Так что тяжело нам было. Мы ни одного, ни дня никуда не уезжали. Нажили тут по пять семей жили. По пять человек, не по пять семей, по пять человек в каждом подъезде. Хочется, конечно, хотелось бы получить украинскую пенсию, которую действительно мы достойно заработали. У меня только на одном заводе 45 лет рабочего стажа. Плюс я еще, я сама с Есиноватского района. Я сразу после школы пошла работать в Ясельке. Потом кондуктором работала. На одном заводе 45 лет проработали. И вот так вот остаться в нищете в этой. Вот было собрание, сказали, у вас с 16-го года уже питьевая была. Да, в 17-м году проект привозили нам, что по воду проводить, и смету составили. 5,5 километров надо проложить линию, для того, чтобы вам подключить питьевую воду. Все это стоит 100 тысяч. Но пока финансирования нет, придется потерпеть. Ну, мы люди тут терпеливые, мы же терпели все, потерпим еще. И вдруг в этом году заявляются, и главный инженер вододонбасса объявляет, что с 1 июня предположительно будет платить воду. А нас с 1 мая начали. И спробы брали, да, ну, как говорится, не в нашу пользу. Ну, была рубль же, да. Да, были рубль в первую 50. Ну, мы то рады, потому что тяжело оттуда носить. Я вот лишний раз сходить за хлебом. Я, да, я вот пошла, это самое, соседям взяла водички, потому что они еще хуже. Сама, а кто мне поможет? Ай, моя лапочка. Похожу по магазинам, похожу по рынку. И ну, раз чего-то захочется. Ну, нанюхалась и пошла. Думаю, перебьюсь. Не знаю, я уже, наверное, от всего отвыкла. Не знаю. Я уже привыкла. Супчик, вермишель, кильку покупаю. Потому что я раньше бычки покупала. Я люблю их, я кильки не люблю. Из-за глаз этих не люблю. Ну, приходится покупать. Не знаю, я уже не могу сказать, что я хочу. Колбаски, но и раз хочется. Зайдешь, она, колбаска ж пахнет. Масло сливочное не возьмешь, покупай маргарин. Ну, да, маргарин, алком покупаем. Он такой подходит вместо масла. Ну, что делать? Как-то выживать надо. Я просто думаю, что те, кто... Почему хотя бы по стажу пересматривали? Очень обидно, очень. Потому что старались и работали. Работали на износ в молодости. Никто не думал, что нас ждет в старости. И как это будет? Никому не нужно. Никому. Пробовал кто-нибудь на эти три тысячи прожить? Никто. И когда цены приемлемы, я не знаю, для кого они приемлемы. Каждый день цены повышаются. Спасибо. Кому низко поклониться, вам всем низкий поклон. Ну, и мы все-таки и с нас налоги вычисляли все-таки. И очень обидно, что действительно моя зарплата, моя пенсия там лежит на Украине. Я не могу ее получить. А требует, требует долги.